с добрым утром всем сегодня 6 апреля и так солнечно и немножечко морозно обхожу свои владения уже чесночок вылез который я с осени не убрала смотрю саша уже подключил к колодцу шланг и выкачивает колодец чтобы была у нас чистая вода а сегодня много дел саша приехал будем воду подключать это самое главное дело и самое большое дело немножечко прополоть уборки в доме много обед приготовить вот оно яркое пятно на моем участке ну что ж зиму пережили убираем наш умывальник и у нас теперь горячая вода и просто горячая вода у нас везде теперь есть вода и теперь можно все перемыть все перетереть ура и пока на участках делать нечего буду намывать посуду очень мне нравится по весне приезжать включать горячую воду и все это промывать все перемыть и все перемыть я уже говорила что весна наступает тогда когда меняют зимнюю резину на летние и когда у нас в доме появляется вода ну а поскольку есть вода подключена стиральная машина то я сегодня постираю тюль с утра еще успела сделать маникюрчик так что время зря не проходит а правда вам знакомо вот эта ситуация когда тюль висит белая вроде как кажется а снял сняли тюль и она прям какого-то черного цвета но дома то чаще меняем здесь за зиму даже с лета я точно прошлого еще не стирала поэтому бегу кидать в стиральную машину да уж проснулись мухи работы работы много в и в в в в в в Что, мешается там тебе, Чарлик? Он не мешает, но здесь масло грязное. Если он сейчас в нем вывозится. Чарлик, если ты сейчас вывозишься в масле, ты будешь масляной собакой. Так, ты мне что здесь? Уже утащил бутылку. Ну, вроде прибралась. Немножечко. Все. Завтра, 7 апреля. День рождения моей дочки Надежки. Муж привез мне подарок. Я смеюсь, потому что этот подарок я сама себе делала. Сейчас я покажу. Ни за что не догадаетесь, что это такое. Это будущий камень. Ну, в общем, дома вечерами делала основу для камня. И в этот раз я не буду из цемента его делать. А в этот раз я хочу сделать из папье-маше. Музыка. В этом раз я хочу... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро всем! Позвольте поздравить вас с большим праздником. Праздник Благовещения. Это и не только день рождения моей дочки, Надюшки младшенькой, но еще действительно очень большой церковный праздник, так, благая весь народу, через 9 месяцев после сегодняшнего дня родится Иисус Христос. Сейчас идет Великий пост. Это не значит, что нужно обязательно поститься, не есть мясо, не есть животные продукты. Мне кажется, да, наверное, не только мне, уже все понимают, что пост – это чистота помыслов, не злословие. Я вот думаю, что было прощенное воскресенье. Мне кажется, что высший пилотаж, когда мы не обижаемся, тогда не нужно будет прощать. А вы замечали, когда мы очень много ожидаем от других, идеализируем других, ожидаем звонков, общения, каких-то разговоров, каких-то действий. И в один прекрасный момент наш идеал становится предателем. А все потому, что мы ждем от человека того, что он даже не представлял, что от него ждут. И возлагая большие надежды на людей, будь то в бизнесе, в каких-то семейных отношениях, в дружбе, мы тем самым подталкиваем людей к обману. Может, я не права. Так, сегодня какое-то философское у меня состояние. Но вот что касаемо меня даже. В начале своего пути, блогера, и когда мне писали резкие какие-то комментарии, то, конечно, я обижалась. И поначалу резко отвечала вам. Ну, по своему характеру. Вы мне сказали, а мне было обидно. Я ответила в таком же резком тоне. И сегодня мне хочется сказать, почему-то именно в этот день, что прошу прощения у вас, что я отвечала вам, мои дорогие зрители, в очень резкой форме. По молодости свои лет. Или по каким-то другим причинам. Просто еще раз скажу вам. Не обижайтесь. Тогда не нужно будет и прощать. А вы помните, вообще откуда прошло, пошло прощение. Почему люди просят прощение перед Пасхой или в один день прощенного воскресенья. Хотя я против того, чтобы именно раз в год люди просили прощения. Мне кажется, это нужно делать гораздо чаще. Раньше монахи, перед тем, как уйти в пустыню на 40 дней, молиться, голодать, они просили у друг друга прощения за все обиды, вольные или невольные, ожидая того, что многие могут не вернуться или бы съеденными в пустыне или дикими животными, или бы не выдержав голодовку. Оттуда и пошло. Просить у друг друга прощения. Я почему этот разговор завела? Почему-то именно в этот день. Он такой спокойный, тихий. В этот день даже говорили, бабушка моя всегда говорила, что в этот день девица косу не плетет, птица гнезда не вьет. То есть в этот день мы не работаем по возможности. А состояние задумчивости перед великим праздником, Пасхой, осталось совсем чуть-чуть. Ну, а с вами любовь. Чудесного вам настроения, мира, любви, доброты. Всего вам доброго. Вот такой сегодня короткий день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...